итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и это третья серия моего прохождения игры колин макрей ралли для 1 playstation ну что же прошлой серии мы с вами удачно начали чемпионат выиграли первое ралли выиграли стали победителями в ралли австралии вот ну и благополучно возглавили чемпионат ну и сегодня мы продолжим на очереди у нас ралли греции ралли акрополиса вот посмотрим как оно там будет ралли это будет гораздо сложнее чем австралии я это еще помню по детским воспоминаниям что трасса здесь не подарок из вилли дороги с разным покрытием ну гравийным но гравий тоже разный здесь будет так ну здесь вот сразу нам ставят максимальное ускорение в настройках в принципе это правильно потому что разгоняться там абсолютно негде как и в прошлый раз я смещу баланс тормозов на переднюю ось чтобы машина была стабильнее на торможениях там и так все будет извилистой поворотистая так по подвеске пробовать жесткую жесткая подвеска она по моему здесь но есть прыжков не так много должно быть поэтому слушаться должна получше так ну что же приступаем нету статистические данные один из подписчиков предоставил помог мне с этим спасибо тебе большое за что это алекс вульф вот и в общем в реальности в 98 году на этом ралли выиграл макрей вот но мы конечно будем всячески этому мешать но будет сложно будет конечно сложно мы в общем то получается мы выступаем за томми мякинена именно его это болит раллиный аппарат с единичкой на борту вот и он то как раз сошел с дистанции вот на этом ралли акрополиса но будем стараться в принципе любой тогда получается результат у нас уже будет лучше чем в реальности ну так как сойти здесь окончательно нельзя все таки хоть последними но финишируем так что так что томми мы за тебя отомстим ой ну все таки шкивает ее много да и трассы конечно совсем другая извилистая очень как я и говорил в отличие от ралли австралии скоростного здесь вот эти тещины языки просто замучают плюс еще повороты один в другой прям перетекают практически негде передохнуть кстати интересный факт что в реальности в девяносто восьмом году мякин это выступал на самом деле на lancer evolution 5 но мы как видите с вами выступаем на четверке интересно с чем связан связана вот эта неточность разработчики но возможно начали игру разрабатывать и на ранних стадиях еще естественно там девяносто седьмом году наверное где-то потому что пятерки не было ну и как бы разрабатывали под четвертую эволюцию но в девяносто восьмом мякин стал выступать на ланс революшн 5 вот еще из интересных таких особенностей это на вот этом ралли акрополис выступал наш россиянин никоненко александр на форде эскорт и вот кстати сейчас я надолго прервусь насчет нашего фамилии те которые здесь представлены в игре реальных гонщиков оказывается это опять же спасибо алексу вульфу то есть все фамилии которые здесь представлены это фамилии реальных раллистов взятые из сезона 98 года я в ралли не очень сильно не очень силен поэтому тем более там ну сами видите перевод такой что ну даже если б я знал больше фамилии реалистов я вряд ли бы их там смог распознать вот единственное кого я кроме там макрея могу еще хоть как-то прочитать это алистер макрей брат колина вот собственно и все но алекс вульф мне сказал что здесь есть и карлос сайнс он выступает на тойоте короли также по идее тут есть иди ариоль также на тойоте ну вот сейчас с нами тут сражаются так но на третьем это колин макре идет также тут есть ли от и тоже выступает на subaru и частенько вмешивается в нашу борьбу с макреем вот и еще такой пилот как бакланд но как сказал алекс вульф он частник на самом деле был вот ну частник не но здесь он нам тоже мешается вот ну в общем достаточно много здесь знаменитых роллистов есть конечно фамилии менее такие знаменитые вот ну это классно что я могу сказать что разработчики в игру поместили всех ну по крайней мере не всех но многих пилотов выступающих в ралли в реальности вот во второй части там вроде бы как уже не не столько реальных пилотов гораздо меньше так тем временем вот два этапа мы проехали и отставание у нас серьезная но я говорил что это ралли гораздо будет серьезнее испытание вот но я вот например эти фамилии вообще не понимаю что там написано это это какой-то кошмар вот видимо 5 это science за и ню вот это вот то что написано конечно смешно так ну вот у нас есть время для передышки между двумя между вторым и третьим допами можно починить машину и немножко повысить чувствительность и подвеску менее жестко когда сделать все-таки слишком дерганно себя ведет машина сейчас посмотрим может быть ситуация улучшится после вот этих небольших изменений которые внес вот ну а наш вернусь к нашему александру никоненко он финишировал в реальности здесь 14 там выступал за команду газпрома на форде escort версии вот ну опять же как как сказал алекс что еще со времен советского союза наши пилоты не гнушались вот этого вот ралли акрополиса и частенько тут принимали участие ну я так понимаю что не во всем чемпионате вот именно на этот этап заявлялись на ралли греции вот так но тем не менее сейчас вот первые допы третьего спецучастка ну и вот кстати как раз первый сейчас получается ли от те идет и мы ноздря в ноздрю практически с ним идем менее секунды отрыв очень очень ответственно не знаю то ли настройки так повлияли правда здесь вот покрытие немного другое на нем чуть попроще ехать видимо гравий такой более укатанный не такой рыхлый ну и пока держимся на втором месте вы смотрите по чуть-чуть чуть-чуть проигрываю буквально какие-то сотые доли секунды очень плотно идем кошмар это которые вы прям не раллийные а формульные очень интересно и на самом деле ралли вот это вот греции классно такое прям челленджевая ух ты прямая какая ой-ой-ой честно аж дух захватывает когда тут разгоняешься о ну все-таки 2 полторы секунды далее отти получается 1 тоже заводской пилот субару ну вот тут честно ничего не понимаю что написано ухты а макрейта 6 макры 6 позади нас один секунд мы у него отыграли ой в общем зачете он лишь 3 но мы все равно ему 8 секунд проигрываем ой от лидера вообще отстаем намного ну кстати не знаю настройки ли это повлияли но по крайней мере шкивала гораздо меньше но правда и спецучасток был не такой извилистый повороты были более плавные посмотрим здесь ой вот это кстати полево вообще ребята камни появились на внутренних сторонах поворотах это вообще подстава я помню эти камни спотыкался так жестко и такие тут перевороты у меня были это просто жесть ну ладно надо прям очень внимательно тут ехать рельеф тут трассы на самом деле конечно обалденно такая там челенджевая ох ты впервые по моему за много-много спецучастков мы лидируем блин макрейт вот как я где-то впереди макрейт тут же тоже вперед вылазим как я волокусь где-то позади и он тоже расслабляется так тем не менее еще больше отыграли вот видите эти полосочки зеленым заполняются это значит мы время то отыгрываем ну и собственно сверху показывается отрыв ухты четыре секунды вот это да главное не сглазить давай давай томми жми мы верим в тебя ай-яй-яй пусть 2 секунды проиграл вот жесть этот конечно этап более такой поворотистый извилистый но все равно как-то машина себя по стабильнее стала вести вот только блин это сказал и тут же вылетел как назло 5 скоростной участок ух срезать можно по полю ах ты нет блин заборчиков поставили ё-моё деревья понасадили тут понимаешь даже скоростные повороты есть ну твою мать ну куда да что это такое за выстрел такой из пушки был ворота не смог я попасть а в итоге четвертый а макрой опять выиграл по идее тут еще на форде должен ехать юха канкунин ну не знаю его тут тоже сложно распознать с этими иероглифами будет надеюсь кстати что здесь не будет ночного этапа вот в австралии я помнил что и вот точно нету а вот здесь если честно я уже не уверен хотя возможно ночные этапы они только на эксперте появится сейчас у нас уже такой закат или это восход нет это восход как бы второго дня так макрой опять впереди вообще время конечно у нас еще есть чтобы улучшить свое положение я имею ввиду в общем зачете да и они таят с каждой секундой эти возможности блин ну тем не менее все равно возможность еще есть поправить положение конечно это ралли гораздо сложнее чем австралия астралия в астралии если вы помните мы буквально там за последний пару час ну собственно там один спецучасток был где мы очень сильно отыгрались и вышли в лидеры здесь принципе тоже может быть такое но здесь это будет сложнее конечно что надо самим прилагать все усилия чтобы выиграть собственно усилия-то я предлагаю прилагаю но вот не всегда это приносит свои плоды положительные опять начались эти резкие повороты блин мне аж палево когда разгоняется мой ланцер до 100 км того и гляди какой-нибудь камень поймаешь и блинку врыкнешься вот место отыграли третье сейчас но по секундам то конечно проигрываем проигрываем ух 115 км в час вот здесь кстати скорость очень классно чувствуется вроде сотку там да чуть больше всего жаль а прям ощущается очень хорошо передали чувство скорости так ну вот третье место ну кошмар от макрей вышел в лидеры вот и отстаем мы от него конечно уже жестко вообще это надо чтобы он прям чтобы у него движка короче взорвалась мы его смогли опередить ну он видать подслушивал когда я говорил что в реальности он выиграл так ну опять извилистый этап очень извилистый но все таки вот эта настройка с средней подвеской не жесткой и с чувствительным рулевым управлением все таки лучше все равно машина лучше себя ведет но я просто не всегда могу выжить так сказать весь потенциал из своей машины ой опять что-то расколошматил ух как близко было надо чтобы сейчас макрея кто нить обошел еще оттер это кстати как я понял последний доп последний спецучасток в смысле ну как то здесь распределено было не по два не попарно ну смотрите пока лидируем пока лидируем и на втором месте не макрей этот спецучасток ему не очень удается ну ну за один доп все равно отыграть там почти 30 секунд нереально конечно хотя на втором по-моему мы здесь рванули и 11 секунд у него отыграли все таки он там шестым всего финишировал но видать какие то проблемы были но и после этого он больше не ошибался особо вот вышел в лидеры даже блин ну какие же здесь звуки классные звуки вот именно шуршание по колес по гравию по траве по щебенке вот блин просто уровень ну очень реалистичный коробка передач очень себя тут хорошо ведет не классная игра не перестаю конечно восхищаться обалденно ну вот и финиш ну что же ну полторы секундочки Лиатти второй все близко все равно чуть-чуть отыгрались конец ну что же а вот кстати был там по-моему всем него Хакененом хочется называть Юха Канкунин вот он на шестом месте ну да точно на Форде как и есть вот Сайнс Лиатти второй Лиатти кстати сошел в реальности а тут он почему-то второй у субаристов дубль так ну сохранимся чушь мы улучшили статистику Томми он здесь сошел а мы все-таки как-никак на подиуме ха 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 смогли доковылять вот я вот думаю в общем зачете как там у нас дела будут обстоять так а я что-то не понял где где подиум то о еще одна трасса а это же как как же он называется о точно сейчас я вспомнил здесь же еще есть да эти как это супер специальный участок по-моему называется ага это тут соревнуешься с ближайшим к тебе конкурентом то есть получается мы сейчас будем соревноваться наверное с Лиатти а нет Лансер это Баклонд а получается Баклонд как бы на нас нападает он на четвертом месте вот пытается на этом спец участке отыграть у нас какие-то секунды и выйти вперед я вот только не помню если ему проиграешь в любом случае он вперед выйдет или здесь также чисто время учитывается что тут в общем-то много не отыграешь прикольная тема это кстати и в реальности есть в ралли вот такие вот ну как бы дуэли блин забыл я конечно об этом и не на каждом еще в ралли есть вот такие вот спец участки получается один внешний круг другой внутренний они пересекаются и круг делаешь там и круг здесь ай-яй-яй-яй-яй вылетел ну и е-мое там какие-то доли секунды я ему проиграл да 56 сотых бакланд да вот поганится опять я в ворота не смог попасть а ну он-то у нас отыграл а он в итоге второй в общем зачете макрэй первый ну секунду всего даже меньше выиграл у нас ну да это получается ничего мы не выиграем ничего не проиграем отрывы отрывы были слишком велики да так все и осталось по идее а нет по моему сайнс с 6 на 5 переместился место так ну что же макрэй все таки да опередил опередил нас ну как в реальности захватил лидерство после этого этапа макрэй в реальности тоже вышел в лидеры ааа ну ничего борьба будет плотной блин мне прям понравилось и в принципе ничего плохого что не смогли мы выиграть ну в конце концов не каждую гонку нам выигрывать и вот видите тут чемпионат как я и говорил что тут по очкам главное в конце сезона как бы выиграть собственно говоря не обязательно каждую гонку выигрывать главное смотреть кто кто основной соперник и впереди него приезжать вот снова подиум такой интересный и теперь мы на третьем месте конечно две субар у нас уделали и ох ты монте-карло в предгорьях монако проходит ралли это интересно интересно оно снежное будет я помню сложное тоже кстати тут надо будет постараться чтоб отыграться так ну что же давайте прощаться на этом тоже закончим серию да кстати вы если хотите заходите ко мне в контакт на мою страницу я там завтра получается вот когда это видео выложу на следующий день я после этого выложу на своей странице вконтакте фотографии своих журналов которые у меня есть у меня довольно неплохая ну как я считаю коллекция журналов формула-1 несколько лет я его выписывал сначала покупал потом стал выписывать вот и практически до его закрытия я ну почти все номера у меня есть не хватает только полгода последних вот так что кому интересно можете потом зайти посмотреть вот ну что на этом я с вами попрощаюсь мы с вами неплохо я считаю финишировали третьими в ралли Греции подписывайтесь те кто еще этого не сделал ставьте пальцы вверх комментируйте обязательно ну и увидимся в следующей серии всем пока пока с вами был скудер вот